всем добрый день дорогие подписчики я сегодня была на настоящей ферме давно так не было в таких местах может быть надо было камеру развернуть ну ладно уже другой раз может быть короче меня послали так далеко от моего родного сектора наверное примерно 30 километров от того места где я обычно работаю и причем вообще в другом направлении когда знаете когда вбиваешь адрес едешь едешь и он тебе говорит там до 5 километров при прямо потом через шесть километров поверните налево через три километра поверните направо короче у меня была сегодня такая дорога но это так небольшое отступление вначале и соответственно да вы понимаете что сейчас мне надо ехать домой это примерно 25 минут дороги у меня и я бы хотела сегодня до включила камеру чтоб время зря не терять сейчас вам расскажу вернее даже отвечу да отвечу на один из ваших вопросов которые вы мне написали вопрос меня немножко так сказать удивил но потом я решила почему бы нет почему бы на него не ответить вопрос был такой значит одна из подписчиц у меня спрашивала как отличить контрактуру от простого восстановления потому что все таки да у меня есть на канале рекомендации по восстановлению при контрактуре и просто рекомендации по восстановлению колена обычная реабилитация и эти рекомендации они различаются по сути это ну можно сказать два разных восстановления так вот как отличить контрактура у вас или нет вернее как понять контрактура у вас или у вас простое восстановление когда не нужно ни о чем заморачиваться смотрите как правило если у вас контрактура то вы это знаете то вы это чувствуете если вы сомневаетесь контрактура у вас или у вас простое восстановление то скорее всего у вас обычное простое восстановление колена контрактура колена как правило мы ее видим сразу это деревянное колено это сложность в сгибании до колено как будто резиновая то есть ткани вот эти все до которые окружают колено не только колено а как правило это все ткани вокруг да не именно колено чуть ниже чуть чуть выше она все знаете как резина вот вы как будто берете резиновый жгут и вы пытаетесь его согнуть разогнуть а он как бы это тяжело дается вот эта контрактура если у вас была иммобилизация колена 6 недель и выше причем 6 недель включительно после 6 недель как правило уже есть контрактура такая знаете начальный этап контрактуры если у вас было три месяца иммобилизация колена вы можете даже не сомневаться у вас сто процентов контрактура вот просто сто процентов три месяца иммобилизации колена это контрактура то есть вы там снимаете свой гипс или ортез и там просто ничего никуда да там 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 контрактура вот эта контрактура если у вас была простая операция на колено да ну простая операция это для меня там ну перелом либо там протезирование до любая операция и вы находитесь где-то в первых неделях буквально там даже не неделях знаете там может быть первые два два с половиной месяца и у вас есть сложности в сгибании или в разгибании и вы сомневаетесь контрактура у вас или не контрактура то это скорее всего нет это это не контрактура еще это у вас просто сложность в сгибании либо в разгибании колена но контрактура еще нет если у вас не было иммобилизации была простая операция и наблюдаются сложности в сгибании либо разгибании то скорее всего у вас плохо контролируемое воспаление и как следствие сложность в сгибании либо в разгибании если вы не возьметесь за этот вопрос да если вы не научитесь контролировать свое воспаление и если эта сложность также и будет тянуться у вас я бы сказала где-то два с половиной месяца и плюс то да там есть как бы риск того что у вас образуется фиброз сюда что ткани будут становиться более твердыми и что в какой-то момент у вас появится контрактура но если вы находитесь да вот первые первые недели первые несколько месяцев после операции это не контрактура как правило это просто сложности в разработке сустава ну если у вас не было иммобилизации да вот так что да не сомневайтесь контрактура как правильно как правило сразу чувствуется вы хотите согнуть колено она не сгибается и она не сгибается как правило не потому что вам супер сильно больно потому что она просто не сгибается еще здесь такой под вопрос мне вот сейчас пришел в голову потому что я читала сегодня утром ваши комментарии просматривала и там был вопрос но это был другой комментарий по моему три месяца значит у какого-то человека было иммобилизация и он меня спрашивает как начинать сгибать колено так чтобы себе не навредить как бы меня не немного удивил этот вопрос потому что слушайте три месяца у вас была иммобилизация колена да там нужно сгибать так как у вас получается это делать вы уже себе вообще никак не навредите вы вообще себе никак не навредите просто у вас уже три месяца после операции у вас уже контрактура и вам нужно найти ваши упражнения которые вам помогут согнуть колено это уже непростая реабилитация это сто процентов это уже будет подход в соответствии с тем что у вас анкилоз у вас контрактура коленного сустава и там уже нужно сгибать и не думать о том как вы себе можете навредить потому что с каждым днем шанс того что вы полностью восстановите колено да как вы понимаете он снижается при контрактуре при длительной мобилизации все давайте прощаюсь с вами следующий раз когда сюда приеду в эту глушу в эти в эти фермы обязательно камеру разверну немножко покажу вам все давайте всем до следующих роликов всем пока пока пока